Возвращению Ветлицкой в Россию предрекли сокрушительный провал. Член экспертного совета по развитию информационного общества Вадим Манукян прокомментировал возвращение Натальи Ветлицкой в Россию. Наталья Ветлицкая уехала в Испанию около 10 лет назад. Ранее артистка негативно высказывалась о родине, но теперь решила вернуться с концертами. Манукян отметил, что ему по душе возвращение певицы, и он этому совсем не удивлен. Другое дело, что присутствуют сомнения в успешности задуманного мероприятия. Честно говоря, нисколько не удивлен тому факту, что Наталья Ветлицкая возвращается в Россию с концертами. Какие у нее на то причины. Это отдельная история, но именно здесь артисты, засветившиеся еще в СССР, всегда любимы и востребованы, рассказал эксперт в интервью с журналистами. Внимание на экран. Он отметил, что в стране, где исполнитель стал популярен, его всегда ждут. Скорее всего, у Натальи даже остались поклонники. Тем не менее, Вадим отметил, что собрать аншлаг у некогда яркой звезды отечественной сцены вряд ли получится. Причиной тому новое поколение, которое выросло на совершенно другой музыке. Конечно, не факт, что будут аншлаги. Выросло уже целое поколение, которое даже и не знает, кто такая Наталья Ветлицкая. Заключил эксперт. Напомним, что пик популярности исполнительницы пришелся на конец 80-х. Начало 90-х годов. И ее хит, посмотрев в глаза, в свое время гремел из каждой колонки по всей стране. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Иосифа тоже убил рак. Вдова Кобзона в ужасе от состояния заворотни. Сбежавшая из России Темникова поселилась на роскошной вилле. С октября может что-то изменится. В затянувшейся войне Петросяна и Степаненко ожидается новый виток. Флешку забыли. Участники М-бэнд отказались петь на концерте. И многое другое. Флешку забыли.